спасибо большое и вновь меняем тему полностью кардинально начинаем еще один одну страницу творческую можно сказать напрямую связано с несколько лет назад я прочитал в одном из журналов интервью выдающиеся я считаю композитора эндрю лойда вебера автора в конце концов все наше поколение знает что такое наш колхоз наш колхоз выполнил план кто помнит рок-оперу октябрьская революция зимний взян чтобы это значило зимний взян чтобы это так далее и вот этот человек эндрю луит вебер автор я считаю бессмертного отрежем отрежем месивую ногу не надо не надо я буду летать в одном из своих слушайте ну неужели вы не слышали нет господи что-ка оказывается полностью было написано была буратино полностью написано октябрьская революция партия нового типа создана 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 она марксизм-ленинист победил троцкизм на вечные времена как это как же это может быть ну и так далее привет силы кобыла народ как мог нигде я здесь это по народу собирать я хочу знаете я хочу у меня был проект с сергеем жилиным замечательный совершенно вы знаете даже оркестр фонограф его руководитель сергей сергей жилин у нас с ним грандиозные они сделали оркестровки двадцати одной песни моей и мы сделали почти трехчасовой огромный концерт я гитара и 42 музыканта это впечатляет очень он говорит ну давайте алексей еще может чем сделаем у меня есть такая мысль собрать по народу кинуть клич вот все эти переделки и сын сыграть этот самый из такой вечер будет называться иисус христос суперзвездос как это пелось в народе потому это на это будет иметь такой успех который мне ничто не имел и вот этот человек эндрю луит вебера в одном из своих интервью сказал самое большое несчастье моей жизни заключается в том что не я сочинил естеды ну я его реально понимаю да то что такое а вы недавно видели в интернете появилась видеозапись маккартни парень зажигает опять своим сколько 75 часы ему летом по 74 75 вспомнилось он говорит ну хорошо что я переписал славу то что первые слова были такие скрэмбл дэдс о май дарлинг хау ай лав ю лэгс мне сказали это как совсем несерьезно напиши что-нибудь полиричный вон как я переписал появилась одна из величайших песен всех времен народов естеды и я понимаю андре лойд и вебера я тоже не сочинил естеды так я по всему ищу и не андре лойд вебер и вообще это все ужасно и думаю что он не мешает собственно петь эти все замечательные песни в своих концертах а потом понял что мне мешает эти песни написаны на разных иностранных языках опять хочется для своих как я уже говорил чтобы своих понимали да я думаю что мне мешает перевести их на русский язык понял что мешает мешало то что я не все эти иностранные языки знаю а потом я понял что это тоже не помеха это все как сказал неважно кто сказал я просто здесь никто не знает итальянский отлично можно петь дальше следующая песня была переведена мной с итальянского языка в котором я не в зуб ногой но когда я услышал я понял не может быть чтобы абсолютно гениальная песня в двадцать первом веке была сочинена на трех аккордов вот реально на трех ну там припев еще немножко есть там чуть-чуть совсем тоже два с половиной аккорда всего пять с половиной не больше я тут же кинулся когда я услышал выяснять то и автор выяснил что этого человека зовут павло конте это выдающийся итальянский композитор поэт певец шансонье парт не знаю как назвать ему сейчас по моему 78 там два года назад я ездил в вену на его концерт было 76 я понял возраста не существует ребят это 5000 зал со всей страны со всего со всей европы съездили на всех языках люди сидели слушали во первых я понял что песня а вот такая песня авторская песня в ней существует что-то что идет помимо текста и мелодии и даже энергетики существует какой-то смысл который доносится сквозь все что он делает я сидел три часа был концерт я практически все понял так же как я понял и эту песню которую я сейчас вам спою я услышал и первый раз и понял про что но я потом спросил людей которые знают итальянский они сказали да ты угадал она про любовь ну да просто пищу просто про это поется по-разному конте выдающийся человек смотришь на него и понимаешь что возраст придумали люди принципе его не существует люди придумали возраст чтобы получать пенсию других причин для этого действия чтобы вычислять сколько раз одно там летела вокруг другого за время твоей жизни и его не существует и он по-прежнему молод он по-прежнему сочиняет и я думаю вот какой молодец а вчера на премьере мюзикл анна каренина встретил ильчар саныча и пау а на что лучше всех на что лучше всех паула конте песня по-итальянски называется via con me что там понять просто там припев по и куплет по итальянски припев по английски я и другое как говорил герой фильма покровские ворота на родной язык перепер может что из этого получилось это не перевод конечно это попытка сохранить стилистику смысл и стилистику вот эту невероятную стилистику конта который я не понимаю что это музыка песня рэп это человек когда человек не обращать внимание на не количество словов ни строчек ничего так как-то плывет по этой форме а потом вдруг наступает припев по итальянски песня называется via con me что значит проще отсюда вместе со мной вместе вместе Взять и убежать Разве удержать тебя сумеет Эта синева фиалок Разве, разве Мир бы не был тир и жалок Если б не музыка То единственное, что смысл имеет Несбыточен, несбыточен Несбыточен мой сладкий сон Несбыточен, несбыточен Но вновь и вновь он снится мне Вместе, вместе Вместе Вскрыться навсегда В омут голубого цвета Глаза рукой прикрыв ныряя Разве, разве Так уж много мы теряем Ведь финал у пьесы Этой не повторяется никогда Несбыточен, несбыточен Несбыточен мой сладкий сон Несбыточен, несбыточен Но вновь и вновь он снится мне Вместе, вместе Вместе Взять и убежать Разве мне так много надо Где-то у края рая Просто Просто находиться А я Медленно до глаз гора Тебя едва касаюсь Взглядом Несбыточен, несбыточен Несбыточен мой сладкий сон Несбыточен, несбыточен Но вновь и вновь он снится мне Несбыточен, несбыточен Вы só 느htёте, вместе Солнце said прямо Закно, несбыточен, несбыточен Но вновьещая Но это время, гречо, Плотно из музыки, И человек, которые мне понравились. Это прекрасно, это прекрасно, Это прекрасно, Как мой бедный, Это прекрасно, Это прекрасно, Это прекрасно, Как я мечтаю, Чипс, чипс. КОНЕЦ